всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рай и мы продолжаем играть черпашки ниндзя легенды так лига мастеров 2 звезды но наверное меня сбросят хотя нет ранг 48 все прекрасно друзей моим ну что же а раз так все прекрасно значит будем сейчас давать звезды и переходить в лигу мастеров 3 звезды так первые будут у нас маузеры и к ним присоединится рафаэль я думаю что это будет оптимальный для нас вариант рафаэль естественно будет ходить первым враг у нас как говорится уже по максималке имеет уровень поэтому спуска здесь давать не будем ну что запустим для начала черепки прекрасно и маузер уже как говорится идет на добивку зря я наверно так сделал друзья мои что самый первый и последующий поединке буду именно играть через лютых бойцов хотя тут выбора не было мы микеланджело там стоял а он еще тот паршивец он может ребят всю кашу испортить и очень мало дали нам кубков так ладно давай попробуем вот так вот армагон плюс април армагон плюс април слушай блин пенцетти и ладно сейчас мы посмотрим ребят кто здесь будет ходить микеланджело или все-таки мой армагон а ну-ка все-таки майки да ребят сходил первым но это хорошо что он не повесил уклонение сделал просто какой-то липовый удар который в принципе нам не особо много урона нанес там буквально четвертиночку отнял но эта фигня все это главное с собой проходим все у нас замечательно сколько там было 40 стала 30 10 кубков то есть если так дальше пойдет у нас получается через три поединка будет дига мастеров три звезды ну что я тут наверно возьму тогда зэка плюс ну пускай зэк и кожеголовый вдвоем то должны справиться единственное что у зэка вот у него атака пускай даже сотового уровня но вот эта массовая так она отнимает очень мало здоровья но для этого я взял кожеголового чтобы он уже дальше как говорится сделать свой добивной удар ишь тоже где-то четверть отнимает у нас зэк от своей массовой атаки опачки ядрё такс подожди ребят сейчас как бы мне это все ай-яй-яй-яй-яй-яй блин это час будет ходить нам надо его блин а как ты его ушатаешь были по-моему тут мы да майки ходит после микеланджело будет ходить обязательно хотя были на 56 про 79 я рискну ребят сделать вот такой да это было очевидно вот вам друзья мои и результат одного бойца все-таки у меня ушатали и этот боец был естественно кирби самый никчемный блин ватник почему ну потому что он даже и прикинь кубков тогда лишишь да не шиша ай да ну что же я тогда не буду больше рисковать так всегда ребята звезделей получишь я не буду больше рисковать а сразу нельзя было без рисков сделать но я честно говоря понадеялся я понадеялся на кожеголовую а он вот так вот взял меня просто и подставил сделал свой кувырок и не смог их всех добить ну ты что такое кожеголовый на ты чё так как-то в моих глазах в моих глазах кожеголовый почему-то ребята как-то немножечко на несколько пунктов упал я понимаю зэк да про него отдельный разговор он в принципе как бы и не боец этот зэк но кожеголовый печалька ладно чё нам ребят не корову же проигрываем в конце концов поэтому давайте-ка сконцентрируемся и доиграем нормально эту катку эту арену лига мастеров все равно сегодня три звезды у нас будет плюс сегодня ребята воскресенье а завтра уже понедельник ну завтра ребят как сегодня я иду работать в ночную смену поэтому так воскресенье понедельник в понедельник если я встану пораньше может быть ребят я успею записать boost но это не сто процентов все зависит от того как мы будем отдыхать крепко спать или тревожно если крепкая и измотана ну тут еще конечно зависит от того как пройдет смена если смена будет легкой то почему бы не встать в три часа отыграть поесть пойти на работу да а если тяжелый то ты обычно спишь практически до самой работы там встаешь только единственно чтобы чайку попить собираешь манатки и вперед как говорится с песней такое зачем а зачем я ракеты сделал ее мое зачем я блин взял эти долго ныр я хорошо что он очищение делает я обычно всегда бью лучок какие ракеты чет я вообще расслабился что-то я совсем друзьям и расслабился поверил в своих персонажей отгребаем ну что друзья мои лига мастеров три звезды как и обещал мы с вами залетаем туда и продолжаем берем макмана плюс леонарда и на всякий случай возьму сюда пиццы лицева так для того чтобы нам дойти до лиги мастеров топчика я имею душу быть первым нам нужно где-то 10 рассчитывайте ребят на 10 поединков найдется ли у меня столько персонажей в принципе найдется у нас еще не забывай есть откаты поэтому на смотри все 80 будет это будет да да ребят почти 10 откатов мы с тобой тратим и мы будем топчики прикинь 3 до на тыла разных модификаций плюс майки возьмем сюда и еще вот этого рафаэля но здесь вообще можно на самом деле вот такой команды ставить на автобой и они по идее должны разрулить но я не буду рисковать я лучше все это сам своими ручками сделаю сам их ушатаю видел видел вот что же значит сила уклонения так а ну давай рафаэль тудыш ну и добивка прекрасно что может быть лучшие победы двойная победа двигаемся тогда 80 не гния опа 68 прекрасно но тут ребята плюс-минус два-три уровня это однозначно потому что здесь могут тебе дать 12 уровней а например на следующем поединке тебе могут дать например 8 это такое наш колеблющее состояние никогда не буду тебе ровно давать по 10 кубков так на что маузер на сколько здесь донут но в принципе хватит для того чтобы слышать их уложил многие спрашивают почему вот я не использую другие атаки но объясняю ребят для того чтобы проходить быстро арену ну и все остальное лучше применять массово так и так во первых очень быстро все это проходится и с наименьшими потерями для нас то есть вот и мы например бомбим массово так куда у нас большинство персонажей вражеских получает урон многие даже падают а если я буду делать по одиночным атакам или бафаться или еще что-то то мы так далеко с тобой не уедем это раньше когда у нас не было супер элитных бойцов да когда мы только начинали я до сих пор даже помню когда у меня рафаэль провокатор был главным бойцом во всех катках почему потому что у него была провокация плюс у него от провокации был контрудар и за счет этого мы выруливали естественно я не мог себе там позволить набрать команду высокоуровневых бойцов и разносить все в пух и прах нет мы играли там довольно аккуратно осторожно там действительно каждая катка была как испытание особенно когда мы с тобой проходили вот этот вот круг где надо было добраться до крэнга и вот эти вот последующие испытания где мы с тобой фармили жетоны там на супер шреддера на усаги на армагона и там было очень конечно все сложно это я сейчас могу себе просто позволить мне практически закрытыми глазами играть в катки опять же если не тупить саму собой ну как не тупить это тупить обозначается ты берешь отряд который рассчитываешь что он победит но что-то идет не так то ли не добивка идет какая-то то ли не срабатывает каком крит удары или еще что и ты просто промахиваешься и вражеский гаденыш просто берет ушатого самого слабого персонажа а мы обычно берем с тобой 2 3 сильных и остальных слабеньких естественно враг наш атакует самых слабеньких редко когда он идет на крупняка обычно он идет на слабого вот и второй на вопрос задают рей а это реальные игроки или это боты это ребята боты играет тут играют боты но статистика идет которая когда-то получаешь кубки она идет реальная то есть получается что у каждого идет своя игра с ботами но статистика идет для всех общее как то так я не знаю был ли раньше когда она только появилась эта игра был ли у нее живой онлайн этого я сказать не могу потому что в тот момент я в нее даже не играл но мне кажется что она была сделана именно с заточкой на все-таки на пве но мне так кажется я сомневаюсь что из вас кто-то тоже помнит выход самый начальный выход этой игры и что там было потому что игре уже по у меня не знаю сколько и 8 7 лет может даже 10 лет по моему если там персонажи созданы по мультсериал а мультсериал был у нас 2000 по моему 12 года то получается что до 10 лет ребята игре но игре может быть 10 может 8 но что-то вот в этих районах а у меня каналу только сколько 6 лет поэтому ребят 6 лет каналу а начал я играть в нее там спустя еще сколько-то по моему еще спустя два года то есть совсем немножко но тем не менее тем не менее друзья мои мы с вами достигли здесь довольно неплохих результатов причем из донатов был только лишь один это проплачный подписчикам когда он не на один месяц купил додзе тогда еще была такая возможность можно было в андроид игры вкладывать в валюту вот все это передавать и так получилось что он мне месяц прокачал додзе и с помощью этого я по-моему получил себе то ли ну не получил а достаточно количество накопил днк то ли на кунаичи то ли на спринтера сейчас врать не буду и все это единственный донат который был сделан в эту игру да и то я тебе скажу что по большому счету он никакого преимущества не давал там чуть-чуть мутагена чуть-чуть того но как-то меня отлить ну выделяло от общей массы игроков нет как то так ребят ну что давай обменивать у нас еще что там получается у нас техника да у нас техника ребят сейчас мы и тоже попробуем здесь немножко опа опачки эксперт снаряжение сразу же выпал что очень приятно все что-то как-то больно быстро у нас закончился сыр почему-то задание не то задание еще видимо не откатились друзья так ну да испытания нету мы с тобой в лиге мастеров так это я сейчас все распит рушу у меня 40 тысяч мутагена я не знаю стоит ли мне сейчас тратить или все-таки лучше мне давай сделаем давай 80 уровень вкачаем нашему леонардо видение пускай он заслужил и а где у меня мутагена вот он мутагеноид так с 4 геймпада да значит надо один нашли так 2 3 и последний так нам нужен именно геймпад не джойстик окей нашли блин нам надо было 4 вот на и ладно и 10 ящиков с инструментами так ну давай 1234 ну что такое-то ну 6 7 7 так 8 9 и последний а на последний хватает лет пицца кучилась и ей ну что же все ребятушки на сегодня закругляемся я думаю в понедельник мы все-таки зайдем все-таки с тремя звездами лиги мастеров 3 звезды а на сегодня все всем удачи и до новых скорых видосиков